Молочный завод Сахар нужен для производства продукции, нужно и молоко натуральное, и молоко сухое, которое поставляет Молочный завод для производства. Нужна и упаковка, и лента всевозможная упаковочная. Есть некоторые сложности, но в ближайшие три месяца эти проблемы не коснутся завода, потому что он обеспечен упаковочным материалом. Он обеспечен и сырьем для производства продукции. Сейчас есть временный сбой с сахаром, потому что кто-то породил этот ненужный ажиотажный спрос, когда теперь в квартирах по 10-15 килограмм сахара лежит непонятно зачем. Но некий дисбаланс создали. Сейчас поставщики работают над тем, чтобы отгрузили заводы на Магадан сахар, но в каждой семье есть сахар. Для всех школ, для всех больниц отложен сахар у оптовика, и молочный завод тоже пока обеспечен сахаром. Этой проблемы не будет. Я думаю, что каждый день по 10 килограмм покупать все-таки не будут, голова должна быть на месте. Более странные минования продукции выпускают здесь. Работаем в социальной сферой. Хорошая продукция, нравится, дети любят и сырки, и йогурты, и молоко, которое отсюда уходит. Я так полагаю, что те задачи, которые поставил завод перед собой, в том числе и выход на международный рынок, они сейчас занимаются активно сертификацией своей продукции, потому что Китай допускает на свои рынки продовольственные российских производителей, нужно большую бумажную работу провести, чтобы отсертифицировать предприятие. С учетом всех этих сложностей, связанных с санкциями, завод попросил снизить арендную плату на землю, которую они платят в муниципальный бюджет. Мы рассмотрим вопрос, насколько это в полномочиях муниципалитета, на что-то можно снизить. Но предел снижения цены, но мы посмотрим так, чтобы и в городской казне деньги были, и заводу тоже это было по плечу оплатить. Налоги они платят исправно, это субъект малого и среднего предпринимательства, около 80 человек здесь работают. Есть вакансия, что тоже сдерживает увеличение объемов. Вот 300 тонн это немало, но могло бы быть больше продукции, она в целом расходится по розничной сети города Магадана. Я им желаю успехов, чем сможем, поможем. Это на контроле и у губернатора, и у меня, как мэра города, с тем, чтобы ни на один килограмм объемы производства здесь не упали.